И к нам присоединяется певец Владимир Левкин. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Александр! Вам на гастролях приходится бывать в самых разных уголках. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что из крана течет вода, которой невозможно пользоваться? На самом деле, я уже очень давно не пользуюсь водой из-под крана. То есть, та вода, которая течет из-под крана, в крайнем случае, это умыться и то не всегда, честно говорю. Но в последнее время положение сильно поменялось. И, по крайней мере, те люди, которые открывают более-менее нормальные гостиницы, они за этим следят. Есть фильтры, и ты уже можешь и помыться хорошо. Хотя лет 20 назад было все равно, какая вода течет. Коричневая или не коричневая. Главное, чтобы она была горячая. А вы можете вспомнить самую ужасную воду, которой вам приходилось пользоваться? Где это было? Знаете, у каждого свой организм. И очень часто, по крайней мере, первые годы гастролей, когда я мылся, у меня просто, как вам сказать, волосы очень хорошо реагировали на это. Они почему-то вставали дыбом. И мыло не мылилось. Вот не буду говорить конкретно, но где-то юг России было очень часто таким образом. Как вы выходите из положения? Ну, понятно, что питьевую воду можно купить. Но как помыться? Ну, знаете, есть бани. Конечно, и в любом городе, куда бы мы ни приезжали, один из первых вопросов был, а не хотите ли вы в баню? Я понимал, что лучше, конечно, сходить в баню, потому что, скорее всего, какие-то проблемы с водой. Артистам необходимо накладывать грим на лицо, а потом его смывать. Какую воду вы используете, если из крана течет вода, которой страшно умываться? С опытом и с возрастом ты понимаешь, что какое бы ты количество грима не наложил себе на лицо, оно все равно стечет во время концерта. Поэтому сейчас я не то, что не пользуюсь этим, но пользуюсь очень-очень мало. Скорее всего, это только съемки. А одежда, концертные костюмы, наверное, тоже страдают от плохой воды? Практически после каждого концерта, конечно, приходится стирать, но пользуюсь услугами прачечных, при гостинице, или же, если это просто выезд, естественно, дома. Дома любимая жена. А вы отказываетесь от гастролей, если знаете, что там, куда вас приглашают, будут плохие бытовые условия? Друзья, ну, если честно, я не отказываюсь от гастролей. Никогда. Потому что единственная возможность прокормить свою семью, это работать по профессии. Моя профессия – артист, режиссер, продюсер. Спасибо, с нами был певец Владимир Левкин. До свидания, обращайтесь.